Всем привет! Меня зовут Александр. Я работаю в компании DataArt, занимаюсь вопросами, связанными с производительностью баз данных, с архитектурой приложений, все, что около этого. Во-первых, мне очень приятно, что вы пришли на мой доклад, потому что, в принципе, возможно, я не пришел бы на него сам. Здесь должно быть два офигенных доклада, как ребята сделали из чего-то непонятного биллинг и как создать хайлоуд на ровном месте. Поэтому всем вам спасибо. Итак, поехали. Сегодня мы будем разговаривать о raw level security. Вообще, что это такое? Зачем нам нужна безопасность на уровне строк в нашем приложении? Какие есть подходы? Я расскажу про наш случай и какие мы еще вынесли уроки. Казалось бы, все это очень важно, но на самом деле это все полная ерунда и нафиг никому не надо. Проблема raw level security в базах данных состоит в том, что они окутаны абсолютно непредсказуемым набором мифов, слухов, имеющих мало отношения к фактам. Что такое raw level security? Это, в первую очередь, контроль данных на уровне строк, а не на уровне конкретных объектов, как-то таблички, вьюхи, что угодно. В теории он должен облегчать разработку приложений за счет централизации управления security. Это позволяет делать то, что часть программистов пишет бизнес-логику, другая часть занимается выполнением задач, связанных с безопасностью. То есть, в принципе, например, у нас на проекте отдельная security есть группа. Их можно параллелить. С чего вообще все это началось? У нас было классное, веселое приложение, в котором были очень сложные требования безопасности. Показывать пользователям только свои данные. Мы отодвинули на какие-то далекие сроки эту сложнейшую задачу. Стали пилить бизнес-функционал. У нашего заказчика очень много офисов по всему миру. Поэтому внезапно пришел GDPR, который привел к аудиту нашего приложения на GDPR соответствия. Это были из-за европейских офисов. И одновременно они решили, что раз уж есть аудит по GDPR, надо еще сделать аудит по SOX. Как результат, у нас была обнаружена куча дыров безопасности, связанных с доступом. Поэтому нам срочно понадобилось пилить security. Какие были у нас требования? Нам требовалось минимально изменять приложение, потому что очень рисково. Нам, делая security, нельзя было испортить производительность и необходимо было обеспечить ту самую централизацию, о которой я уже говорил, потому что одним из требований аудита являлось наличие отдельной должности security-офицера. Все приложения, которые так или иначе работают с нашим базом данных, должны быть под этой security. Почему? То есть кажется, что в идеальном случае есть сервер-приложение, все ходят через него. Я вчера был на прекрасном докладе коллег из Авито, даже они говорят, иногда приходится в нашей микросервисной архитектуре дать прямой доступ к базе данных другим командам. Ну и, соответственно, как всегда, все должно быть сделано быстро. Ключевая проблема у нас состояла в том, что все у нас делается на Яве. И наша доблестная команда авистов сказала, а мы не будем ничего менять в Яве. Как хотите, так и выкручиваетесь. Рисково. Поэтому было принято решение использовать встроенную в Oracle средства контроля безопасности на уровне строк Virtual Private Database. Какие вообще есть варианты расположения role-level security? Это, само собой, сервер приложений, это сервер базы и некие смешанные гибриды. Что касается application сервера, мы можем либо менять все запросы на уровне DAO, дополняя их нашими security-предикатами. Мы можем протащить все нужные данные на сервер приложений и применить безопасность там. Плюсы и минусы понятны. Когда мы делаем все руками и фильтруем, все очень быстро, очень удобно. Но так как это делается руками, обязательно в каком-нибудь из классов кто-нибудь что-нибудь забудет. Когда мы фильтруем данные, это тоже хорошо. Почему? Потому что есть полно фреймворков безопасности. Django security, Spring security. И в них очень много чего сделано. Но из-за этого очень увеличивается трафик между серверами. И такие требовательные задачи, как поиск, пейджинг, они начинают тормозить. Сервер, база данных. Мы можем сделать безопасность на вьюхах, сделать API с хранимых процедур, воспользоваться встроенной role-level security. Когда мы делаем на вьюхах, все хорошо, все очень быстро. Но это все хорошо и здорово, когда у нас очень простые правила безопасности, потому что иначе нам придется меня опять-таки DAO переписывать. Хранимые процедуры. Да, все классно, быстро, но это уже типа не модно. Role-level security. Плюсы. Много мифов. Минусы. Много мифов. Никто ничего не понимает. Ну и всякие смешанные варианты, их бесчисленное количество множества, их перечислять все бесполезно. То есть самое простое, берем просто, раскидываем наших клиентов по базам данных. Сходя из этого, можно сделать выводы о плюсах и минусах каждых решений. Сервер приложений. Классно, пишем безопасность на языке высокого уровня. Плохо, что мы должны гарантировать, что доступ идет только через сервер приложений. Сервер, база данных. Все классно, все быстро. Минус, слишком много мифов. Смесь. Эти решения, они обычно самые классные, самые штабируемые, самые быстрые. Ну и из-за этого их сложно ожидаемо сделать. Я все время упоминаю мифы. Что это за мифы? Это плохая производительность, это сложность реализации, это возможности взлома, нет взаимодействия с пользовательским интерфейсом. Есть только в старых, старых, унылых интерпрайзных базах данных. Ну и, конечно же, это же все старое, это же интерпрайз, это только для для узбенки. Посмотрим на нашу архитектуру приложения. Казалось бы, тоскливый интерпрайз. Немножко оракла, немного ин-мемори гридов, что-то считается на AWS, что-то считается на своих серверах. Но есть бизнес-процесс-менеджмент системы от заказчика, которые в ряде случаев входят в нашу базу данных. Но гораздо более хуже то, что есть целый пласт репортинговых систем. У нас есть отчетность на Excel, на Лукере, на Табло. И, конечно же, у заказчика есть виртуальное хранилище данных, типка, которая тоже входит в нашу базу данных. Все правила безопасности должны быть едины для любого приложения. Так как мы находимся в архитектуре крупного интерпраза, когда нам что-то подключится, мы даже об этом не узнаем. Какие у нас существуют варианты доступа? Пользователь может смотреть свои данные, пользователь может пошарить данные с кем угодно, он может использовать какие-нибудь оселилисты, access control, когда на него есть разрешенный список организаций, чего угодно. Вообще их очень много. Их реально сейчас 20, может сейчас уже больше. В чем еще проблема нашей архитектуры, кроме хаотичного набора программ и продуктов, которые к нам подключаются? То, что вся информация, где находится безопасность, она еще и распределена. Вся безопасность сама, она находится в другой базе данных, это вообще не оракловая база данных. А маппинги для всей системы безопасности находятся в Active Directory. У нас есть около 300 тысяч правил безопасности, которые находятся в security базе данных. И все рулится Active Directory ролями. На одного пользователя количество ролей может доходить до 300 штук. Обычно где-то 120, это такой самый простой пользователь. Давайте посмотрим, как работает в EPD. У нас есть такое понятие контекст. Это k-value storage, где мы будем хранить всякие значения, чтобы считать нашу безопасность. Security объект – это то, что мы будем защищать. Он защищается через так называемый предикат. Предикат – это то, что база данных автоматически запишет без вашего участия в ваш любой SQL-оператор. Его надо где-то сделать. Для этого мы используем policy-функции. Это единственный кусочек в нашей системе, в которой написано, вся остальная бизнес-логика у нас на серверах приложений. И сама, соответственно, policy – это тот слой метод данных, который склеивает эти все объекты воедино. Как это работает с точки с UBD. У нас есть пользователь, от него идет какой-нибудь запрос. Любой запрос проверяется на наличие политик безопасности. Если они есть, то вступают в действие те самые policy-функции. Function, который вычитывает наш предикат безопасности. Идет выбирает запросы, ну а дальше все, как всегда, планировка, доступ к данным. Поехали создавать политику. Делаем контекст. Делаем контекст и говорим, что этот контекст мы возьмем в него и поместим из нашего пользователя базы данных. Мы запишем в AD user. Там будет лежать наш пользователь Active Directory. Сделаем policy-функцию. Она говорит о чем? Мы возьмем значение из контекста, и применим его для нашего пользователя. То есть таким образом мы реализуем предикат безопасности, что пользователь видит только его записи. Проверим его. Запустим наш пакет и сделаем выборку из нашей функции. Именно вот это условие будет дописано автоматически с UBD к каждому вашему запросу этой таблицы. Свяжем это воедино. Мы скажем, что для таблицы заказов мы используем функцию генерации предиката и применять мы ее будем только к операторам select. Здесь могут быть любые операторы. Update, Insert, Delete. Ну что ж, смотрим. Берем, делаем просто select. Мы не вызываем ничего. Ничего нет. И это очень круто. Когда задумываем мышленник заходит в вашу базу данных, смотрит, там ничего нет. Мы вызываем security пакет и мы уже видим наши нужные данные. Если мы посмотрим в план выполнения запроса, мы увидим, что вот тот самый security предикат, который мы тестировали, который мы проверяли. Но при этом для конечного приложения запросы не меняются. Логика безопасности полностью отделена от бизнес-логики. Мы можем посмотреть, почему же не возвращается ничего, когда не вызванный security пакет. Просто потому, что в имя пользователя передается null. Это была самая простая политика. Рассмотрим политику, основанную на access control листах. Все access control листы у нас собираются на основе совокупности информации. Они собираются на основе набора Active Directory Group, потому что Active Directory Group они имеют определенную сигнатуру, которая позволяет смачить их с той самой security базой данных. И на основе их мы гидерим in или exist предикаты. Вот примеры реальных из продакшена security предикатов, когда тип подразделения у нас либо депозитарий, либо архивное подразделение, либо какой-нибудь филиал. Или вот такой access предикат. Когда надо делать какие, мы чуть-чуть остановимся позже. Это я просто показываю, что мы можем с join. То есть прямо в этих предикатах мы можем делать join, и мы можем делать просто что угодно. Обратите внимание, есть некая разница между Oracle и Postgres, как у Oracle сделана security. Oracle – это динамика. По большому счету это динамика. Мы формируем строчку. У Postgres, к которому мы вернемся ближе к концу, security предикаты компилируются. Это мне в нем нравится больше. Итак, вы помните, что мы упоминали список мифов? Дрехзвенные приложения, двухзвенные. И session user – это то, что мы вытаскивали из пользователя базы данных. Но мы можем вытаскивать это из client-identifier. Client-identifier – это такая штука, которая может быть установлена сервером приложения снаружи при подключении. То есть как это мы используем? Когда у нас вынимается connect из connection-пула на Яве, мы просто говорим, что под поставкой нам вот такой идентификатор и передаем нам туда имя Active Directory пользователя. И все, подали его, получили нужную фильтрацию, подали того, которого нет, ничего не вернули. То есть минимальное изменение приложения – это основная концепция. Отойдем от Явы. Вот табло, которое ходит в нашу систему. Мы просто говорим, что надо подать переменную табло, это встроенный переменный, в который хранится Active Directory, user, и надо подать его в тот самый security-контекст. То же самое в Java. Вся security делается тремя строчками кода. Так что все мифы начинают помаленечку разрушаться. Все было классно и хорошо, но пока этого не было. Как только мы это все сделали, разработчики перестали видеть все данные. DBA перестали видеть все данные, потому что в Oracle отличие от Postgres'а нет понятия superuser, который игнорирует все настройки безопасности. Только в приложении можно было видеть данные. Наступила тотальная медитация, и надо было что-то с этим делать. Почему это происходит? Потому что у нас нет никаких условий. Мы просто всегда применяем security-предикат. Как мы это разрулили? Мы разрулили это на стадии continuous integration нашего пайплайна. Мы добавляем некую переменную, режим. Режим — это prod или не prod. И Jenkins нам ее, если prod, он подменяет. Что если 1 равно 1, как в случае прода, то тогда мы без любых проверок, мы применяем филицерацию. И на prod злоумышленник никогда не увидит никаких данных. Для development мы всегда смотрим, что если security-параметры заполнены, это значит, мы из приложений тогда надо фильтровать. А если нет, то просто работаем, как всегда, и можно работать. Была большая боль самодействия с внешними системами, потому что у нас запрещены DB-линки, и вроде бы плохо ходить из Oracle в Active Directory. Поэтому попросили ETL-команду сделать джоб, и security-базу данных нужные маппинги стали пробрасывать к нам. А Active Directory роли стали пробрасывать через ЯВО как набор входных параметров. Как вообще с этим всем работа отлаживаться? Можно увидеть security-предикаты в планах исполнения, а можно посмотреть специальную вьюшку, в которой опять-таки эти предикаты видны, видна политика, видна таблица. Но вот уже видите, на самом деле, перед вами классический пример дыры в безопасности. Мы видим значение security-предиката, и если мы знаем, зачем мы идем в базу данных, это может дать очень хорошее понимание, что происходит. К этому вернемся чуть позже. Гораздо более трагичная ситуация, когда политика сломана. Как я уже сказал, что в Oracle безопасность это набор строк, она не компилируется. Вносим ошибку, смотрим. В execution плане ничего нет, потому что нельзя сделать план по запросу, который кривой. В VPD-полисе ничего нет, все запросы падают с ошибкой. В полисе предикаты has error. Что вскрылось? Как делать-то непонятно, тяжело. В Oracle есть рейс-файлы. Обычно их надо создание инициализировать вручную. В случае VPD-политик, файлы создаются сами, асинхронно, в хаотичный момент времени обычно происходит интервал от 1 до 5 минут, но они внезапно появляются. И в файле видно абсолютно нормальную ошибку, видно полный текст. Так мы научились отлаживать VPD. Соответственно, нет на самом деле сложности имплементации. У нас сейчас специальная детекейтед команда джавистов реально сама пишет эти политики. Это очень удобно. Это очень просто. Производительность. Когда все делаешь по мануалу, получаешь серьезные проблемы. Поэтому у нас увеличилось количество хардпартов в 3 раза, у нас увеличилось радикальное время получения информации с connection-пула. Время выполнения запросов сильно уменьшилось, потому что было много контекст свечей. Мы разработали план, как это все пофиксить. Мы решили убрать проблемы с пулом, потом подумать, можно ли как-то оптимизировать наши предикаты, как-то побороться с хардпарсами. И были реально дикие, какие-то сумасшедшие экзекьюшн-планы. Немножко добавили кэшей, само собой, и подумали, что если это не поможет, что-нибудь возьмем и денормализируем. Итак, пройдемся по каждой из болей. Как у нас работает получение информации из Active Directory. Мы берем Java, получаем Active Directory. Их там много как-то взяли, отфильтровали, а потом взяли все это в Oracle набором. Бух! И начинается уже как бы магия самого Thrusted Package. Вскрылось, что 80% получения информации из Connection Pool почему-то тратилось на передачу входного параметра. Ну да, ну вроде 100-200 ролей, в целом ни о чем. Но тем не менее она тормозила. И мы сделали как бы то, за что, наверное, как бы эксперты нас проклянут. Но мы подумали, да фиг с ней сжавой. Вот. И мы стали ходить в Active Directory прямо из Oracle. Но само собой, как бы мы не стали делать кастомный Java-класс как бы и подцеплять в Oracle. В Oracle есть прекрасный пакет, который работает очень надежно, очень быстро. И у нас время подключения, оно реально, получение информации, оно в 4 раза упало. Давайте вспомним наш путь выполнения WPD-политики. Один из этих этапов, я утверждаю, что он иногда лишний. Как вы думаете, что отсюда можно выкинуть? Можно выкинуть создание security-предикатов, потому что иногда уже понятно, какой он будет по умолчанию. Но это такая вещь, которая находится глубоко в ядре. И у Oracle есть кэш security-предикатов. Таким образом, их не всегда надо формировать. Ту самую policy-функцию ее можно не вызывать. Это определяется в процессе создания политики. Есть динамические политики, это когда policy-функция вызывается каждый раз. Есть статическая политика. Тогда, когда функция вызывается разово, и один предикат посчитался единожды. Важно, что вот эта вся штука, она как бы в рамках одного connection-пула, но у нас connection-time-to-life где-то порядка 150 минут живет как connection-пуле, поэтому это вообще великолепно. И context-sensitive политика. То есть политика может быть настроена таким образом, что она смотрит в security-контекст, и если что-то там в нем поменялось, то только тогда она вызовет функцию получения предиката. Когда надо использовать статические политики? Ну, как я уже сказал, тогда, когда предикат не меняется. Например, в случае с пользователем, с фильтрацией, что запись должна быть, видимо, только тем, кто создался, ну, оно же реально будет всегда таким. Ну, и что, что каждый раз у active directory user будет разной? часть V не будет меняться никогда. Все. Сделал один раз, забыли. Когда надо использовать context sensitive политики? Тогда, когда мы собираем нашу строчку с условиями на основе данных из контекста. То есть, в данном случае, в контексте может оказаться какие-нибудь другие вещи. И тогда мы просто перевызываем функцию, V пересобрался, все классно, все здорово. То есть, соответственно, если это статик, мы говорим, используют статичные политики. Если динамика, то мы говорим, используй такой контекст и смотри в такие-то поля. То есть, уровень детализации очень большой. Это нам дало где-то 10% по скорости. Что делать с хардпарсами? Видите, пользователей много. У нас по 5-10 тысяч пользователей работают в пике одновременно. В принципе, это не так страшно. Работать технологию Oracle, адаптив курсор шаринг и прочие умные слова. Но все равно это плохо. Как вы думаете, что надо поменять в политике, чтобы от этого избавиться? Ну, да, надо просто не собирать ее через конкантенацию. Зачем что-то конкатинировать, если мы можем просто написать используй сис-контекст и все оттуда доставай. Таким образом, план у нас на все будет одинаковый. Все замечательно. Мы убрали 50% хардпарсов. Дикие планы выполнения. Почему они у нас появились дикие? Мы подумали, у нас есть большие осели, давайте мы не будем их помещать в какие-нибудь таблички, давайте возьмем используем инмемори структуру, пэлис коль коллекция. Они будут быстрые, потому что инмемори, и не надо будет никакого диска, чтобы их куда-нибудь писать. Но есть суровая реальность. Реальность говорит о том, что происходит переключение пэлис коль контекстов, вся производительность полетела и оценить кардинальность. И поэтому планы были хаотичны. Ну и все такие вещи, их просто тяжело добажить. Поэтому в принципе до того, как мы станем с этим бороться, это выглядело так, что выбери значение из нашей коллекции. То есть мы просто берем коллекцию, костумим таблицы и все. Поэтому мы сделаем то, что мы должны были сделать раньше. Мы просто все наши цели, для каждого цели мы создаем временную таблицу, которая как раз вызывается при вызове нашего трастет-пэккеджа. И на самом деле вся та боль, о которой мы боялись, когда мы реально померили, она оказалась мизерной. Ввода и вывода вообще никакого нет практически. Планы идеальны, потому что работает дайна микс сэмплинг и очень четко вычисляется кардинальность. И есть возможность индексации, и это реально очень круто. И самое главное, так как мы все очень ленивые, то нам практически не потребовалось менять ну есть нюансы, но можно использовать не стендбай, а голден гейт. Тут зависит от денег. Итога мы получили порядка производительности, рост производительности в три раза. Но мы пошли дальше. Мы изобрели новое слово оселин лайнинг. У нас есть два типа access control листов. Большие access control листы, где есть большие списки по тысяче, по две, по три тысячи айдишников. Это, например, какие-нибудь организации разрешенные, там, списки доступных банков. А есть какие-нибудь типы, например, когда пользователем можно получать доступ, например, только к документам, только к архивам. И там очень маленькие вот эти access control листы. Ради двух, трех, пяти записей городить темповую таблицу? Не, ну это даже не смешно. Поэтому тут мы сделали что? Мы как раз стали собирать эти значения вот именно в такие наборы предикатов, о которых я говорил. То есть мы просто, когда вызывается процедура security packet, мы просто берем и собираем их на ходу. Это круто. Почему? Потому что это очень быстро. Нет ни таблиц, ни заполнения. в план запроса очень быстро все это считает. Ну и не надо думать о каких-то дополнительных объектах в базе данных. Ну что плохо? Ну появляются те самые hard parses, от которых мы не полностью избавились. Ну надо разочек написать, как эту секцию заполнять. Но на самом деле мы все равно получили еще два раза скорость выполнения. И наконец мы перешли к денормализации. Классический пример денормализации, который у нас был, это шаринг каких-нибудь документов предположим. То есть либо мы развязываем отношения m-can, либо мы берем и записываем все в одну строчку, разделенную запятыми. Все должно быть классно, не надо никаких джойнов, ничего. Ну и соответственно наша политика стала выглядеть как вот так и лайк. Какая проблема у этого решения? Ну на самом деле вся боль в том, что все индексы летят. Это все бесполезно. Поэтому мы умные, поэтому мы взяли и сделали полнотекстовые индексы на этом и стали использовать contains. А боль полнотекстовых индексов в воракле в том, что сильно падает вставка, требуется какой-то дополнительный мейнтенанс, потому что они фрагментируют и дефрагментируют. Но самое главное в хаотичный момент времени они просто могут взять и упасть. Тогда политика целиком отваливается с той самой ошибкой. Поэтому воракле нормализация абсолютно у нас не взлетела. Ну, какое решение по высокой доступности без кэширования? Как я уже сказал, что все пользователи у нас ходят в connection pool с указанием их юзернейма, поэтому все кэши у нас pair юзернейм. То есть у нас есть некие объекты, у нас есть юзернейм, кэш, и вот здесь time to leave. Мы кэшируем необходимость вызова самой функции подключения, мы кэшируем active directory группы, мы кэшируем CL-листы, кэшируем их не совсем честно, либо все, либо ничего. И вот это как раз живет в тех самых PLS, QL-таблицах, напрямую в запросах оно не участвует, поэтому это нормально. У нас все это управляется данными, то есть любой из кэшей у нас может быть включен, отключен, выключен, для него может быть задано время экспарринга. Почему я на этом акцентирую внимание? Например, когда на продакшене шла эксплуатация, все работало, параметр по экспаррингу актив в директоре групп, он менялся как бы security офицерами заказчика порядка восьми раз. Поэтому наличие кэша должно быть согласовано с бизнесом, вас за него могут не похвалить, он должен быть обязательно data-driven с точки зрения включения-выключения и времени его протыхания. Что у нас получилось в итоге с точки зрения производительности? Немножко осталось хардпарцев, влияние на получение коннекта стало минимальным, запросы стали медленнее, где-то некоторые запросы просили до 20%. Но даже если мы написали бы это в гибернейте или в GPA, просел бы окей на 19%, но мы от этого получили бы другую кучу проблем. Ну и контекст-свитчи ушли, все замечательно. Таким образом, даже с этим мифом можно прекрасно работать. Ключевая особенность любого аудита, если у вас работают профессионалы, они попытаются взломать вашу систему. И наш случай не был из этого исключением. Какие существуют способы атаки на role level security? Security predicates это как раз то, о чем я говорил изначально, что смотря на значение security предикатов, если человеку что-то надо достать, он поймет, что лежит в вашей системе. Fake username call, что это такое? Когда у вас воруют имя вашего супер пользователя, которым application server ходит в базе данных, и вызывают все ваши security функции, получая тот самый доступ, о котором мы боялись. И хитрый запрос, это самое страшное, зная особенности реализации role level security каждой в СУБД, в каждой она реализована по-разному, можно написать запросы так, что их результаты или неверное выполнение даст вам очень четкое указание, что у вас лежит в базе данных. Вы не получите явный ответ, но вы поймете вектор. К этому мы тоже вернемся. с подсматриванием предикатов, это самое простое, закрыть доступ к vpd-полисе, закрыть доступ к файлам, по возможности использовать только контекст и, конечно же, не пытаться сделать какие-нибудь самодельные темповые таблицы, потому что к другой сессии подключиться невозможно. Как это вообще выглядит все вживую? Берем, подключаемся к базе данных украденным паролем и говорим «Я пользователь Персо, увидели данные, Я пользователь Петрова, увидели данные, плохо, грустно, но с этим можно работать». Как? Смотрите, используются классические алгоритмы. Мы берем и при подключении нашего пользователя мы его подписываем, подписываем каким-нибудь очень надежным скрытым секретом и при вызове нашего пакета мы его само собой как бы шифруем чем-нибудь нормальным и передаем его как вызов, мы передаем наш юзернейм и передаем подпись. Что нам это дает? Вообще как выглядит эта подпись? То есть вот Петров двоеточие и вот наш хэш от нашего секрета связанного с именем пользователя. То есть когда мы это все задаем мы получаем нужную информацию. Если мы дали как и ожидаемый злоумышленник он не знал что надо подать хэш или он подал хэш не тот потому что он не знает нашего секретного слова то он как всегда не получит ничего. Как это работает внутри? Работает очень просто. В том самом нашем пакетном методе мы просто выпаршиваем имя пользователя и применяем тот же самый хэш который мы применяли на стороне приложения а дальше мы берем и просто сравниваем эти хэши то есть абсолютно делаем ту же самую операцию и главное что здесь делать не надо валить пользователю исключение что ты что-то неправильно сделал потому что это даст дном мышнику знак что надо где-то покопать то есть мы подпихиваем пустое имя пользователя и именно поэтому ему возвращаются пустые данные какие есть риски у этого решения в чем дыра этого решения почему оно плохое что обновление секретов ну можно что-нибудь придумать давайте я покажу смотрите у вас вы взяли с таким секретом получили поработали получили какую-то информацию а потом кто-то у вас например из лога вашего приложения пошел в классный эластик где вы все логируете и просто стащил вот эту всю строчку обычно злоумышленники очень умные он подождал следующего дня и подключился с этим же секретом к базе данных и получил всю информацию красиво просто и гениально как с этим бороться не менее просто мы берем и добавляем дату дату мы используем текущую и в нашей подписи и в нашем передаваемом параметре что это дает как это меняет ситуацию мы подаем наши пользователи наш хэш дату украли эту строку из логирования прошла минута мы вызываем ее то же самое мы ничего не меняем а данных уже нет почему мы немножко поменяли нашу вещь мы добавили время и дату протыхания возможности запроса вытащили эту дату и что мы делаем мы берем смотрим ту дату которая пришла к нам из запроса в качестве входного параметра с текущей датой сервера все очень просто и просто отходим назад если же пользователь таку подумал я сейчас возьму и подставлю дату-то какую надо вот он ее подставил но она же участвует в алгоритме хеширования и все и тут же у него опять все развалилось все очень просто итак ручные запросы возьмем msql в msql когда работает row level security вначале без row level security отрабатывает получение полей отрабатывает ва и только после отработки секции ва применяются row level security предикаты поэтому в данном запросе если у пользователя нет доступа к некому оленю то все равно выскочит exception division by zero если у него будет значение количество транзакций 1000 или если мы возьмем как бы напишем более умный код который будет итерироваться по списку клиентов и секция v написана таким образом что она вызовет ошибку преобразования типов но в это работает как бы до row level security и в таком случае мы тоже получим exception то есть таким образом мы можем весьма просто ну это такой некий ддос конечно и ну обычно можно все такие вещи провернуть на базе данных я попытался повторить эти сценарии атаки в оракле у меня не вышло но я все равно его сломал итак мы собираем статистику по таблице на которой находится предикат безопасности которая под security а дальше мы берем просто декодируем значение ну так и как бы и все и мы берем и видим что у нас значение такого поля находится в таком и таком интервале то есть играясь с декодированием гистограмм статистики и прочее мы можем получить очень четкую информацию где что лежит то есть да взломать можно но нелегко raw level security в базах данных на оракле что ли мир сошелся весь да нет конечно же в Microsoft в MS SQL есть raw level security в их клаудной базе данных Azure SQL database которая чисто живет в облаке тоже есть raw level security само собой у Азона у Амазона например Amazon QuickSight тоже есть raw level security ну и само собой Postgres одним из гениальных планов нашего менеджмента по приложению является само собой перевод 40 на Postgres есть такая традиция итак давайте посмотрим как что же это приведет мы реально воспроизвели всю систему безопасности на raw level security нашего приложения на Postgres мы берем включаем raw level security на таблице то есть это немножко отличается и говорим создай-ка нам политику что о чем я говорил что политики в Postgres компилируемые это очень круто это очень удобно это мне очень нравится и говорим используй тот же самый security контекст то есть идеи все абсолютно одинаковые только в отличие Oracle не надо делать create security контекст Сюда можно написать мама.мыло.рама, все будет работать. Вся магия этой security политики состоит в слове true. Что в нем важно? Потому что если этого true не будет, когда мы попытаемся сымитировать случай, что у нас идет доступ к таблице, когда не проинициализировано этот контекст, у нас будет валиться exception, что контекст неинициализирован. Как только мы написали true, у нас все стало замечательной работой. У нас стали выдаваться пустые таблицы. Злоумышленники стали печалиться. Соответственно, поставили контекст. И все, данные стали возвращаться. В плане выполнения стали видны наши фильтры. Вот видите, здесь предикейт снифингом не сработает, потому что мы тоже работаем с контекстами замечательно. Access control листы. Как я уже говорил, мне в Postgres очень нравятся полнотекстовые индексы. Поэтому мы решили не использовать подход с разделенными запятыми, списком access control листов, а использовали нативный тип Postgres'а массив. И построили на нем текстовый индекс GIN index. Ну а дальше мы очень удобно написали, что мы берем значение из нашего security контекста и просто сравниваем с этим массивом. Реально работает просто космос. Поставили, все фильтруется, идут прекрасные индекс-сканы, ничего не разваливается. Реально очень круто. Да, денормализация в Postgres'е много выигрышней. Но у нас, кроме вот таких вещей, то есть, понятное дело, в чем фишка role level security, что запросов очень много, и разработчики не знают, запросы реально сложные. И в целом мы привели перформанс-тестирование именно в части безопасности, потому что у нас все обвешано тестами. Причем у нас могут быть обвешаны тесты. То есть у нас, например, для security есть отдельный набор тестов. И мы получили деградацию производительности около 15%. Ну, в общем-то, практически по мифам-то и все. Какие у нас есть недостатки role level security в базе данных? Ой, то есть достоинства. То, что она работает сама. И это очень круто. Требуется минимальное изменение кода приложения. Вы видели? Буквально три строчки на Яве, на Excel, на Tableau, на чем угодно. Все правила безопасности абсолютно едины. Если это типовые сценарии атак, их очень легко прикрыть. Ну и главное, централизация управления. Программисты пишут бизнес-логику, безопасники пишут безопасность. Какие недостатки? Ну, недостаток очевиден. Оно работает само. Возникают проблемы с дебагом, ну, которым мы, в принципе, плюс-минус научились бороться. Да, сложно взаимодействовать с внешними системами. Требуется знание SQL, хотя сейчас это вроде уже не считается как бы модным. Невозможно взаимодействовать с пользовательским интерфейсом. Ну, и если у вас нет continuous integration, конечно, будете сидеть и заниматься купипастом. Но я не знаю, если у вас нет continuous integration для баз данных, что вы сделаете здесь на конференции. Итак, вернемся к нашим мифам. У нас произошло очень интересное явление. Я не смог сказать, что какие-то мифы у нас были отвергнуты, подтверждены. У нас произошла трансформация мифов. Например, прохая производительность у нас превратилась, я бы назвал это непредсказуемой, иногда бывают нюансы. Сложность реализации, она свелась к, назовем это, к нестандартному дебагу. Ну, и, конечно же, легкий взлом. Нет, он не легкий. Таким образом, эти мифы, они более-менее возможны. Единственный подтвержденный на 100% миф – это невозможность взаимодействовать с пользовательским интерфейсом. Но я не уверен, что это плохо. Потому что когда пользователь видит надпись на экране, особенно если ты зломышленник, у тебя к этому нет доступа, это говорит о том, что где-то проверка есть, и надо попытаться ее взломать. Что касается таких вещей, что секьюрити существует только в старых базах данных и годна только для двухзверных приложений, как мы это доказали, это полностью все разрушается. Итак, когда мы должны это все использовать? Когда нам быстренько надо решить проблему техдолга? Когда у нас есть разные приложения, которые ходят напрямую к базам данных? Ну, это должно быть довольно свежее приложение. На самом деле мы думали, что у нас будет все ломаться от этой секьюрити. Почему-то ничего не ломается, оно действительно работает. Если к вам пришли серьезные аудиторы из кучи аббревиатур. Это очень серьезные ребята, они очень много спрашивают, они смотрят ваш сервер приложений, они смотрят вашу сеть, они смотрят атаки, они смотрят везде. Когда не следует связываться с role-level security? Если вы можете гарантировать на 100%, что кроме доступа приложений никаких вариантов нет. Когда у вас очень сложный микросервис на архитектуре, серия того, что один микросервис контролирует только одну таблицу. Ну что тут, какой тут role-level security? Невозможно. Если у вас очень старое приложение, и вы боитесь его дебажить. Если у вас высоконагруженный LTP, потому что все равно оверхет есть. Думаю, пора закругляться. Уроки. Думайте о безопасности заранее. Хотя кажется, что она не нужна. Если у вас есть кэши, они всегда должны быть data-driven. Вы должны возможность отключать, включать, рулить время протухания их, как угодно. Постарайтесь денормализовать данные все-таки. Не надо делать политики по 2, 3, 4 страницы кода. Все должно быть очень просто. Если вы думаете, что вашу систему никто не будет взламывать, просто поверьте, вы абсолютно точно ошибаетесь. И даже если вы думаете, что с вашей системой это не проходит сейчас, возможно, если бы зашли в логи в ваше подключение, вы бы удивились. Да, role-level security работает прекрасно в базе данных, и даже это если постгресс. Ну, собственно, спасибо за внимание. А можно микрофончик? В первом ряду. А в чем все-таки была сложность, несложность, недостаток вьюх? Там было упомянуто, что DML проблемы. Какие? Так, а проблемы очень простые. Есть data access layer, написанная на Яве, и в гибернете есть модельки, которые привязаны к таблицам. Если мы берем и делаем вьюху, а во вьюхе, например, стоит not exist, то никакой инцерт в эту вьюху не пройдет. Надо костылить instead of trigger. Ну, это же... Пройдет. Ну, смотря как. Очень много вариантов. То есть у нас... Оно работает почти всегда, и даже не обязательно тридерать. Ключевое слово «почти». Ну, да, и бывают варианты, но тем не менее на простых случаях оно работает. Я сам очень сильно удивился в свое время, когда случайно совершенно обнаружил. Ну, в общем, у нас конкретно были проблемы, да. То есть мы об этом подумали, потому что такие, сейчас вьюх сделаем, сейчас все будет круто. Прямо вот в них вот эти V с контекстами. Пошла куча нюансов. То есть это не просто так, это выстрадано кровью. Спасибо. Спасибо за доклад. Я хоть и не ароклист, но было очень интересно. Вопрос такой. Вот нам, получается, при обращении к базе данных, при выполнении какого-то запроса, нужно установить security context. И указать логинтик кучевого пользователя. И получается, что мы с разных мест можем устанавливать этот security context. И как бы мы считаем, что злоумышленник не знает этого секретной фразы, что он не может правильно токен прописать. Но вопрос, например, если используется какой-нибудь консистема отчетности, например, даже тот же Excel и напрямую лазит в базу данных, нам же тоже там нужно установить security context. И в итоге получается, что мы должны знать этот алгоритм хеширования, чтобы его установить перед запросом. Ну, я не могу просто из-за идеи раскрыть все детали, это решаемо. А хоть направление можете дать? Ну, в Excel есть макросы. То есть, получается, что в самом Excel мы должны как-то это вставить, это секретное слово. То есть, если злоумышленник украдет Excel, у него будет возможность это сделать? Это тоже решаемо. То есть, как бы есть технологии, когда секретного слова в явном виде нет. Ну, то есть, как бы это нюансы, связанные с криптографией. Это все решаемо. То есть, мы решили это в Tableau, мы решили это в Excel и в слое виртуализации. Хорошо, ладно, спасибо. 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 Спасибо.